Я на пляже, сейчас очень ветра, но я не знаю, как я хочу вам показать, вот сейчас видим очень много воды ушло, большой отлив, и вот видно, что камни, они находятся под песком, довольно-таки на большой глубине, я вам также покажу, там много сейчас вижу интересного есть, вот видно, да? Вот там на пляже песочек, он такого черного цвета, когда наступаешь, хрустит, я вот не знаю на самом деле, что это, если кто-нибудь не ответит, буду очень поблагодарен, как бы не сказать, что спокойно, я с полными, ну в общем видно, да? Вот камушек один, здесь вот он прям лежит, с такими сколами, вон там дальше еще есть Я не знаю, насколько будет видно, но меня попросили показывать все такие места очень близко, чтобы нужно было что-то разведить, собственно, это и показываю Я не знаю, видно, там есть отверстие Если видно Вот и шпаку отверстия Песка много Еще увижу что-нибудь застыну Вот этот лик я уже показывал, да? Сейчас я попробую его смочить водичкой И еще раз снять А вот я, значит, намочил Вот что получилось, сейчас вытру полотенчиком И может будет получше Видно? Вот, в общем так Идем дальше Меня просили показать пропилы Вот, собственно, как это выглядит Сейчас попробуем еще так Вот он идет, 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 идет Вот там видно продолжение Вот это видно от Что-то из винили, или толпу вставляли То есть видно там Вот это камешки, они блестят Это вы уже знаете Так, все, пошел от этих к следующему Погода хорошая Извиняюсь за звук Потому что ветер Хочу вам показать Вот отлив сегодня хороший И вот там еще вдалеке видно камешек Которые постоянно накрывают волнами Я думаю, он не последний там Летом у меня есть такая задумка Летом с маской Погрузиться вниз Взять водонепроницаемый кейс И заснять, что там внизу То есть что там под водой На самом деле Может там есть что-то интересное Вот еще очень интересное отверстие Попытаюсь вам его показать Максимально Попытаюсь вам его показать Попытаюсь вам его показать Ветер очень сильно поднимает песок Он у меня растет на зубах Пойду сейчас дойду Да, оттуда Гляну, может что-то интересное Там есть А вот, собственно, они под водой Вот я от берега Где-то вот столько находит И под водой они лежат, видимо, по всему берегу Потому что, если вы заметили, что там есть Еще камушки, которые находятся как бы в стороне Дальше я, по всей видимости, не пойду уже Потому что потихонечку начинает заливать Но показал вам то, что Может вы своим взглядом Посмотрите, что-то еще найдете Обычно это все находится под водой Обычно сегодня вот такой день Ну все, мы пошли дальше Сейчас я вам покажу Значит, большие камни с прямыми углами Строение старое одно С интересными рисунками В общем, есть еще что посмотреть Вот камень интересный Его как будто мяли То есть там, не знаю, пальцами, не знаю, чем мяли А вот здесь вот Так будто Были Вот она Вот Сейчас я водички возьму Водичкой это полью Секунду Водичку взять не получилось Но вот еще интересный камень с распилом Сейчас попытаюсь ближе подойти Собственно вот А вот не первый раз вижу такой камень Что сверху вроде что-то такое полированное А внизу он такой слоеный, как пирог Без понятия, что это Вам ведь не Скажете Ну вот там опять желоб А вот вам и золотой камень Кусочек золота На солнце Кусочек золота На солнце Значит, смотрите Вот камень я вам показываю Да Мне супруга говорит, что На этом камне есть какие-то Надписи что ли На арабском или на каком Лично я их не вижу Но Пусть люди посмотрят Мало ли Не подводят зрение Мои супруги Вот Сейчас вам еще один покажу Вот оно И вот я и не видел И вот я забыл Сейчас сделаем Вот, собственно, так это выглядит Без песка Сейчас, значит, мы польем водичкой Посмотрим, как это будет Вот здесь вот что-то есть Ну, сейчас польем, глядим Вот этого изображения у меня, по-моему, нету Вот, собственно, так она выглядит Сейчас еще водичкой И еще раз я это дело сниму Собственно, лучше не получается Но вот Вот так вот видно Сейчас я возьму полотенце Протру полотенцем Еще Так, ну, собственно, вот Еще один новый рисунок, который мы обнаружили Я не помню, что ли я его фотографировал Может, есть, но я забыл Собственно, вот Супруга нашла еще один рисунок Который никто не видел Ни я, ни никто здесь был до этого В общем, вот она плела водой Видно, что какой-то рисунок Но время, видимо, не щадит его Или он уже весь Ну, я думаю, что видно, да? У меня нет слов, на самом деле Поэтому я особо ничего комментировать не буду Смотрите, оставляйте ваши комментарии А вот, кстати, и Опять отверстие Но здесь, по всей видимости, что-то было То ли сверло, то ли еще что-то Потому что видно, что усверливали И Так, он уже подсохло у нас чуть-чуть Еще нашли один, откопали чуть-чуть его в песке Но на самом деле мы не знаем, что это Вроде как похоже на какой-то рисунок Он выпуклый Вроде как бы на, не знаю, на молот На череп, на что-то похожее Но что это, непонятно То есть, если вы сможете разобрать это Буду вам очень благодарен за это Сейчас я еще Буду вытереть полотенчиком Ну, собственно, вот так это выглядит Может быть это просто обман зрения Это камень, но То есть, я вам показал то, что я снял То есть, я вам показал то, что я снял Вот сейчас она подсохла Или он И вот сейчас четко стало видно Сейчас я ближе подойду, чтобы прям было Посмотреть все можно Посмотреть все можно Вот сейчас Второй подсохший рисунок Не знаю, насколько это рисунок уже Но что-то там есть Может или нет Ну, третье изволение еще раз Чтобы, так сказать, издалека посмотреть Что это Есть ли это вообще что-то Или это просто камень это я уже показывал серебряный камень никто не хочет дешево серебро дешево там было золото здесь серебро но его смысла нету сейчас что-то выпилили выломали сниму еще раз чтобы окончательно забыть про эти камни больше сюда не возвращаться для съемок этих камней а заниматься уже другими делами ветер очень сильный можно увидеть что заметна еще не помню снимал нет здесь переходим сюда отсюда переходим сюда и вот он целый ансамбль серебряный камень еще один кстати какая интересная особенность чтобы раз и навсегда доказать что это не просто чья-то там шалость или что-то шалость бы не стали разрушать таким способом сейчас заметил вот я намочил камушек но как только я его мочу он сразу закидывается песочком вот видно да ну что бы ну что бы сейчас супруга принесет еще водичку и мы болеем еще это самое и мы это самое сейчас развяжусь с ними так вот собственно облилили еще один рисунок водой и он стал посимпатичнее сейчас и с этой стороны подойду так лучше конечно камень и ходит в песок в глубину чтобы его откапать надо откапывать песок так все мы ушли от этого места сюда мы больше возвращаться не будем мы сюда будем возвращаться вот все сейчас сниму еще большие камни которые обещался к сожалению у меня камера не умеет приближать но там вдалеке камень ну как вдалеке сейчас скажу раз два три четыре пять шестой камень который вот с левого края который стоит и вот там сверху этого камня в правом углу может быть игра света может быть воображение но я и супруга видим изображение какого-то лица то есть что-то там изображено может быть вы увидите лучше но у меня другой техники нету чтобы сфотографировать близко то есть пока очень холодно я бы сейчас бы разделся залез бы в воду дошел бы до туда и все бы сфотографировал но холодно и я только выздоровел поэтому в общем смотрите говорите да нет нет да но мы видим извиняюсь за качество звука ветер сильный вот еще камушки с характерными следами вот это уже другое место в которое я все хотел дойти вот у камушки смотрю это чтобы вам понимать какой камушек вон на том камушке интересные попилы вон на какой-то переселок сбивает что-то понятно в каждой на одном камне но почему то есть в каждую камню ровно угол 90 градусов вот там вот в основном камни я не знаю как вам показать вы понимали что это в основном к в основном учитывая и и и и и и и Вот 90 градусов, получается, какой-то предмет на файл момент и потом выворачивает на левом. Я еще раз взглянусь, потому что я как-то слышно ветер. Я уже разговариваю. Сейчас пойдем дальше. Я думаю, на это интересно будет посмотреть. Продолжение следует. 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 сейчас хочу вам показать это вот здание и после него тогда подведем какой-нибудь итог собственно такое здание его мне показал мой знакомый шилип здесь не познакомились интересно задание тем как она сделана она построена из маленьких кирпичиков не из больших как сейчас но у меня есть фотографии где видно что его перестраивали переделывали и там есть и большие средние маленькие кирпичики также интересно очень кладка ну в принципе все сейчас несколько минут я какой-то итог подведу всему этому и на этом я думаю камня на братан бич сюжет мы закончим значит хочу подвести небольшой итог провели мы где-то часа три на пляже обходили его поснимали еще снимали то что уже было снято что-то новое нашли я попытался показать со всех сторон что здесь как здесь камни сейчас потихонечку заносит песочком потому что пляж обновляют песочек завозят потихонечку и ветер и общем камни сейчас потихонечку уходят под песок надеюсь что они там так и останутся до лучших времен пока никто не будет не найдет средства желания провести какие-то исследования вот хотел еще сказать всем спасибо за поддержку пришло много писем много отзывов люди подключились все очень интересно звонили из америки из украины из россии спасибо вам огромное что смотрите спасибо вам огромное что участвуйте благодарю вас за это побольше высказывайте комментариев версии у меня есть еще материал хотел снять форты заброшенные которые находятся в числе в черте города потому что очень интересно они заброшены ими никто не пользуется они заросли деревьями но опять же их никто не разбирает ничего с ними не делают хотел показать некоторые дома которые фундамент у которых метровыми камни метр на метр не знаю облицовка это или настоящий камень но такого я если честно не видел чтобы метр на метр где-то там был это вообще что-то с чем-то дойти до карьера центральном парке доехать все-таки потом все-таки пройти большую часть центрального парка поснимать потому что есть там еще интересные места которые можно показать поснимать есть там что интересного ну а дальше видно будет планов много интересного здесь очень много и египет мексика и индия это не единственные страны где есть что-то интересное есть что-то снимать в америке тоже очень много места их просто надо видеть замечать тут проходили место одно дерево нашли где-то может быть полтора метра полтора метра но в диаметре может даже два метра ногами очень большой стоит живое стоит никто не трогает потому что она крепко стоит хорошо стоит вот видел пеньки метр диаметром то есть все это здесь есть в россии такого честно я не видел я много ездил по стране и такого я не видел 10 здесь это есть здесь можно это снимать никто не запрещает еще хочу сказать что снимать я не боюсь потому что потому что не боюсь что боятся если боятся то из дома не надо выходить вот так что погода вот сегодня ну вроде солнце хорошо но ветер и у когда садишься откапывать камень на корточке тебя заносит просто всего песком моментально песок оказывается везде домой надо будет почистить телефон еще раз спасибо вам я так думаю что сюжет про брайтон бич завершён я показал все что я смог я надеюсь вы увидели все что вам надо возвращаться сюда ну для съемок я уже не вижу никаких перспектив в этом единственный смысл возвращаться сюда уже с может быть какими-то официальными документами на раскопки на откапывание этих камней на опять же это не быстрая процедура это общественный пляж и это как бы городские службы собственно будем думать я надеюсь что мне говорят что некоторые люди взяли расшифровать надписи я надеюсь что они расшифруют дадут какой-то ответ очень интересно что там написано лики есть понять что это как это это очень интересно высказывали люди высказывали что это портовым был раньше порт но на самом деле у меня тоже такое есть чувство что это раньше был порт заходили сюда корабли что-то здесь было но что до библиотеки я еще не дошел я вот только буквально в понедельник привел себя в чувство я болел очень сильно привел себя в чувство и вот сразу из больничной койки в бой планирую на следующей неделе дойти до библиотеки провести там целый день с утра до вечера покопаться в газетах почитать может какие-нибудь очерки что-нибудь карта новые найти что-нибудь обязательно найти это дело я не бросаю мне это очень интересно скажу что занимаюсь я уже более десяти лет этим просто как бы начал общаться снимать довольно недавно но интерес к этому меня более десяти лет и я всех смотрю всех слушаю читаю может быть не всегда оставляю камин на комментарии но я слежу за этим очень очень давно спасибо вам подписывайтесь на канал всего вам самого хорошего удачи до новых встреч